А помните, когда мы были совсем маленькие, родители нам говорили «Выпадет зуб молочный и положи его в подушку, прилетит зубная фея и подарит тебе монетку за зубик». Да. Этот чудесный диснеевский фильм показывает, что а вдруг это действительно так? Зубная фея забирает зубки молочные и дарит монетки. Непростые. Примерами не создавал с 5 октября 97-го «Зубная фея». Да, она сама, 97-го года. Я впервые позвонил в этот фильм и остался доволен. Режиссер Мелани Мэйрон, эта тетя, сделала наши уикенды. Керсти Элли. Да, у нее прекрасно получилась роль феи и другие фильмы. И уже нет с нами, но фильмовая история осталась. У нас также Дэйли Мэтлиф, Орос Мэнджер, Дэрил Мэнчелл, Кэтрин Зелемба, Маркус Тодзи и другие. Фильм подойдет отлично для всей семьи. И давайте к сюжету. Если уж вас угораздило скончаться по свете лет, не стоит думать, что это автоматически гарантирует пропуск в райской куще. Сначала нужно усердным трудом искупить накопившиеся грешки. Молодая дантист Кэтрин, стоматолог. Например, получила на том свете задание. Поработать сперва зубной феей. Собирать выпившие молочные зубки детей. Чтобы попасть потом на небеса. Главная работа почти по профилю. Проблема лишь в том, что характер у новоявленной волшебницы с высшим медицинским образованием еще тот. И удержаться в рамках правил ей ой как непросто. И когда Кэтрин, вопреки правилам, заводит дружбу с таким же, я уж остаюсь, как она, мальчиком по имени Бобби, событие начинает развиваться самым непредсказуемым образом. Ну, ребята, ну, ребята, это просто сказка. Сказка про добрую зубную фею. 97-й год. Фильм получает 1,6 баллов. Очень неплохо. На один разок вместе с семьей можно посмотреть или вспомнить. Это редкая работа, но... Я думаю, подойдет. Для всех. Детишек. Или нет? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это Дисней. Дисней. Да, это Дисней. Он представлял нам зубную фею 97-го года. Но здесь есть помощь автора Дэна Тайлерд. Будем очень признательны. И не пропускайте эту осень. Welcome back.